всем доброго дня ребята салам алейкум решил записать небольшой видос сижу на карантине дома в принципе выехать могу по сто много есть вариант объехать даю меня зарегистрированный яндекс и у меня есть и пропуск все равно работы нету дома некоторые подписчики которые подписаны под каналы моим знают что мой канал основном про машины и говорят запиши ролик про мой автомобиль сейчас мы его откроем покажу что данный момент с этим автомобилем езжу ним около трех лет таких особых глобальных проблем не было я его брал с туканутым двигателем и его реанимировал думал полгода поезжу куплю мотор все запчасти и соберу его так уже езжу третий год запчасти лежат в сарае более покажу дальше все работает на этом автомобиле единственное что он на ней не работал небольшие косяки вот такие и брал таким ломаном такие куски надо бы доделать руль и там крестовинка небольшая вода за руль у них подвес люфт пашу я установил есть здесь стоит представим она чуть испорчена поэтому при колонии ровно дорогу кочкой под шебенка на 100000 и все осталось поставить магнитофон 9 дюймовый усилитель стоит основу вся машина работает кондиционер работает заправил подобрал он не работал его заправил холодильник работает все работает все открывашки дверей закрывашки все работает машину я тренировал заднюю часть в принципе салон неплохой единственное нету задний игрок и сидений передний регулируется все есть родной магнитофон тоже есть но у нее использованный шлейф я выкинул убрал думал поставили на андроиде сзади стоит фильтр то есть фильтр здесь засасывать воздух и стоял у нее сабвуфер на его снял был испорчен и там идет фильтр он засасывает салонный воздух погоняет очищает выдувает здесь у нас холодильник пару банок патти пола пива кому как по кайф все работает машине проблем никаких нету машина 92 года видимо листайлинговая а потому что задние фары у нее 141 у них идет задней фары цельный без номерляков квадрата она не стоит видимо кузовы меняли ну считается конструктор единственное один зацепили у него здесь крыло и выдавил пока стоит нормально моторный отсек тоже я покажу вам в каком состоянии этой машине уже проехал более 60 тысяч особо проблем она никогда не делала единственное изменение то что я сделал убрал принудительный вентилятор поставил два электрические отлично ленивый двуская основной отключила кондиционеру включение кондиционера тоже срабатывает нагревает и срабатывает систему передел как обычные жигули врезался шланг поставил датчик и автоматическое управление идет поэтому при заводке и при набрании оборотов нету такого гула как у двухсоток мост двухсотки toyota у них обычно бывает гул идет как будто взлетает самолет такое шума у него нет более тише работает у мотора косяки я вам расскажу что в чем косяк у этого мотора когда я убрал он был стуканутый на пятом цилиндре у него царапины я тогда пальцы мог задеть поршень был поплавленный кольц зажатый я как бы наждачкой там что-то придумал наколюбничал и собрал вот с тех времен мотор работает да один раз был косяк что я неправильно поменял как бы шатуны были застуканы я их не поменял я она через 5 метров опять застучала я опять что-то снял мотор у меня видео есть на канале снял шатуны поменял шатуны все собрал вот с тех пор если быть точнее где-то 55-60 тысяч я проехал первым цилиндр у меня компрессия 12 12 13 во всех кроме 5 5 9 9 с половиной все масло машина не жрет единственный у них болезнь видимо ну я хотя его и менял задний сальник кальневала оттуда потекает ну от замены до замены литр 2 я доливаю особо такого ничего нет стоит газ я убрал стуканутый потому что застаял газа я его из-за этого взял я взял за 60 тысяч не на ходу восстановил у меня обошло где-то 110 эта машина и когда его постараюсь ремонтировался сам аккумулятор у меня уже два с половиной года работает тюминский олень нарисована не 62 ампера один раз вышел из строя катушка я его заменил больше проблем и единственное что что не проблема осталось меня поменять мотор да если небольшие косяки от старого хозяина еще остались видимо за ней ухаживали на раме есть подушки кто знает у них 14 или 16 подушки или 18 на задней части их надо поменять поэтому у меня подъемика нету и как бы она особо таких проблем не создать небольшой штук по нейронной дороге я приподнял раму подложил резинку сейчас багажик тоже вам вскрою и покажу багажник довольно объемный никаких проблем нету здесь небольшой хлам у меня с работы сзади кондиционер бак здесь стоит у меня блокировка бензонасос у меня видео есть об этом здесь здесь фильтр стоит внутренняя ионизация воздуха ну очистка салона это знаете у нее до задней стоит кондиционер все для заднего пассажира ну как бы машина из класса поэтому здесь много чего есть того что нет на наших машинах здесь небольшой порядочек надо будет сделать я покажу мотор вот лежит у меня мотор я купил контракт и как ребята купили машину разобрали сказали на нем пробег около 120 тысяч здесь голова я его разобрал его остался перед тем как установить надо его расточить по-любому я все что мог разобрал они мне сказали что он перебран зазоры выставления шайбы поменяны все сделано я его подготовил под росточку блок тоже стоит его надо помыть линдер нормальный поршневые вот снял распредвалы я запечатал все они лежат у меня здесь чтобы не перепутать какой куда шел я их по очереди поставил и за скотчем как бы замотал и они уже лежат у меня полтора года в итоге эти запчасти у меня лежат около года а я просто много хотел перебрать как-то времени не хватало на это и так лежит в данный момент что я хотел еще сказать что как вы знаете когда то что я собирал мотор на этой машине у меня поршневые поршня были с дырками на это и поэтому я думаю записать видос когда буду разбирать посмотрит что дало эффекта поршневая с последними дырками через 50 тысяч километров что еще сказать машинка бегать без проблем никаких проблем нету сейчас пошел дождь что еще об этой машине сказать машинка очень хорошая единственный минус этой машины данный момент из-за того что мотор у нее угроблен был большой расход топлива но у меня я на бензине только прогреваю газ стоит форционочный газ стоит газ про или про газ называется я не помню у нее расход около 20 литров но это зависит и от манеры езды у меня манера езды более такая агрессивная я не гоняю но люблю ускаляться из-за этого может расход большой перегазовки большие по трассе у меня выходит в среднем 13 от 11 до 13 литров в зависимости от как я езжу и как работает кондиционер кученый или нет ну минималка у меня была одиннадцать с половиной одиннадцать литров по трассе это было зимой летом 12 с половиной 13 литров с кондиционером груженные в принципе больше каких особо явных проблем нету у этого автомобиля очень хорошая машина здесь на подушке поменять в принципе и все вся работа моя заканчивается на этом коробка работает нормально коробка то видимо стоит надо еще расход может быть за коробку коробка я заметил что коробка не родная стоит бублик на коробке стоит от двух литров как я по размерам узнал это бублик тоже я купил у меня лежит бублик от трех литров поэтому первая вторая скорость у них большие пеньки небольшие пеньки за счет этого идет на холодную нормально вот на горячую чувствуется что разгон переключение чуть-чуть задержка идет поэтому идет как бы пробуксовывание небольшое за счет этого идет больше разгон и больше времени уходит на разгон на переключение поэтому идет небольшой расход топлива ну это естественно а так это мне особо проблем не создает осталось как я сказал он купит мотор монитор поставить усилителя временно поставил под полик вот сюда стоит он не мешает как раз подсоединил плюс минус все аккуратно а так машина класс комфортная по трассе очень хорошо плывет по городу резвая хотя машине уже более 25 лет как я понял до 92 года более около 23 лет машина дает форум многим автомобилям по качеству езды по динамике разгона поэтому после крауна только краун но не ниже тойота так что ребята если вам понравился это небольшой обзор я не профессионал снимал без дублей поэтому ставим лайк подписывайся на канал в дальнейшем выложу видео что с этой машиной будут делать ну походу будут выставлять всякие видео про автомобили и все остальное так что ребята всем салам лавейку доброго дня ставим лайки